млечный путь галактика в которой находится наша земля солнечная система и все отдельные звезды видимые невооруженным глазом относится к спиральным галактикам с перемычкой нам долгие годы известно что диаметр галактики составляет около 30 тысяч парсек порядка 100 тысяч световых лет или одного квинтиллиона километра при оценочной средней толщине порядка 1 тысячи световых лет мы также знаем что наше солнце находится примерно на середине радиуса галактического диска примерно в 28 тысяч световых лет от центра нашей галактики предполагалось что максимально удаленная от центра диска звезды находится на расстоянии которые в два раза больше чем расстояние от центра до солнца но теперь нам известно что есть звезды расположенные на дистанции которые превышают более чем в три раза это расстояние и вполне вероятно что некоторые из них находится еще дальше краям нашей галактики более того после статистического анализа данных исследований выяснилось что диаметр диска млечного пути составляет около 200 тысяч световых лет то есть примерно в два раза больше чем считалось ранее это стало известно благодаря спектральным атласом под названием аподжи и ламус специалисты сравнили количество металлов тяжелых элементов в звездах плоскости диска с области мигала таким образом мы увидели что существует значительная часть звезд с более высоким содержанием металлических элементов что характерно для тех небесных светил которые должны находиться дальше предполагаемого предела радиуса диска млечного пути к тому же ранее считалось что структура нашей галактики более-менее однородно но новые данные говорят о том что наша галактика из-за волнообразности ее диска имеет в своей структуре своего рода пробелы то есть между рядами звезд образованных предположительным гравитационным воздействием при прохождении карликовой галактики через млечный путь а значит по сей день существует пространство или пустоты ранее скрытые от взора человечества и астрономы не могли учесть наличие подобных разрывов структуре нашей галактики отчего и были сделаны некорректные расчеты ну а сегодня работа над этим вопросом конечно продолжается исследователи жаждут получить снимки млечного пути в более высоком разрешении и более корректными данными что ж теперь если бы мы могли путешествовать со скоростью света нам понадобилось бы 200 тысяч лет чтобы пересечь диск нашей галактики но кто знает возможно через год будет иная цифра и и и Продолжение следует...